Заявить о себе. В Новом Уренгое определены участники конкурса «Золотые кадры медицины». Ими стали четыре врача Центральной городской больницы. Напомню, в регионе это первый профессиональный конкурс, в котором могут принять участие врачи, начинающие доктора и средний медицинский персонал. Соревноваться они будут в четырех номинациях. Победители определят путем открытого голосования. С теми, кто претендует на победу, встретилась наша съемочная группа. Наталья Худяева продолжит тему. Она могла стать юристом или переводчиком, но выбрала профессию врача. И не пожалела об этом ни разу. Знакомьтесь, Ирина Орлова, терапевт, кандидат медицинских наук. Желание стать врачом появилось еще в школе. По ее окончании Ирина Михайловна поступила в Тюменскую государственную медицинскую академию, которую закончила с красным дипломом. Сегодня она трудится в отделении профосмотров. Ежедневно через ее кабинет проходит порядка 50 человек. Есть место усталости, но она приятная, отмечает врач, ведь занимаешься любимым делом. Могу точно сказать, что это моя профессия. Я себя в ней чувствую очень комфортно. Мне нравится тем, что я занимаюсь. Мне нравится то, что я работаю с людьми. И нравится то, что я могу что-то сделать. Профессия достойная. Я считаю, что много дает очень. И для внутреннего развития человека, и для общения с другими людьми. Это моя профессия, я ее чувствую. Сегодня она не только врач-терапевт, но и любящая, заботливая мать и жена. К слову, муж Ирины Михайловны тоже доктор. И если дочка пойдет по стопам родителей, семья Орловых претендует на статус врачебной династии. Участие в окружном конкурсе «Золотые кадры медицины» станет ярким примером для младшей Орловой. Для самой Ирины это возможность заявить о себе и проверить собственные силы. Жду я от него, что будет еще что-то интересное в жизни. Какой-то, может быть, новый этап. Какие-то, может быть, интересные встречи, знакомства, люди интересные. Хотелось бы тоже получить какой-то опыт участия в конкурсе такого уровня. Молодой, улыбчивый, амбициозный Вадим Гелязов – врач функциональной диагностики. В медицине он не так давно. Стаж работы – 4 года. Но за это время молодой специалист успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. За его плечами – учеба в Челябинской государственной медицинской академии. Нарабатывать свой врачебный опыт он начал со студенческой скамьи, практикуясь в больницах. На север приехал в 2009 году. С тех пор трудится на благо ямальской медицины. Работать начинал терапевтом. Это позволило мне увидеть очень разные заболевания и столкнуться с разными специальностями, с различными проблемами. И в ходе этого уже выбрать, что мне ближе, чем я хочу заниматься. Сегодня он занимается функциональной диагностикой одного из самых главных органов человека – сердца. В этом Вадим Гелязов видит немалую долю романтики. Ему интересно все. Молодой врач не стоит на месте уже 4 года, его девиз звучит так – узнать как можно больше, чтобы потом применить на практике. От участия в конкурсе «Золотые кадры медицины» он ждет только победы. Ее молодому, но подающему надежды специалисту желают и коллеги. Не только я, а весь наш коллектив мы очень любим и уважаем Вадима Рамзисовича, потому что он отзывчивый, доброжелательный человек с чувством юмора. Он грамотный специалист, владеет почти всеми методами функциональной диагностики. Я думаю, что он очень достойный победы, шансы его велики. Кто победит в конкурсе – большая загадка, ведь соревнуются в нем врачи со всего округа. Имена победителей станут известны 3 июня. Их объявят в Новом Рингое, на первом съезде врачей Ямала. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».